Здравствуйте, уважаемые любители гармоники! С вами вновь официальный представитель фабрики Тульская Гармонь Павел Уханов. В этом видеоролике хочу немножечко рассказать про вот эту чудненькую гармошечку. Сразу оговорюсь, это инструмент не на реализацию, то есть для свободной продажи, а это инструмент моего заказчика. Он уже третью гармонику через меня заказывает по всем своим пожеланиям. И я записываю это видео для того, чтобы вы посмотрели эту гармошечку, послушали ее, послушали меня, как осуществлялся заказ и какие опции у этого инструмента. И может быть тоже решите со временем заказать гармонь под себя, то есть то, что вам хочется в определенном цвете, в определенной тональности гармошечку приобрести. Начнем с модели. Дело в том, что мы используем модульную платформу в изготовлении инструментов. И у нас есть популярная платформа на базе гармоника Куликова Поля, на которой мы делаем несколько моделей. Это сама Куликова Поля, это любительская и это гармонь концертная. И в зависимости от определенного набора опций, та или иная гармонь попадает под определенную модель. То есть вы можете либо взять именно гармонь Куликова Поля, насытить ее опциями, либо взять уже такие гармончики, как любительская или концертная, у которых уже есть определенный набор опций. У концертная это трехголосный инструмент с максимальным набором опций и с максимальной механикой, с максимальным оформлением, с цветной инкрустацией. А любительская это гармоника четырехголосная с инкрустацией и улучшенной механикой. Причем инкрустация не какая-либо, а именно традиционная с надписью любительская. Но на заказ и концертную можно видоизменить, и любительскую можно видоизменить, и самый простой момент это взять за основу гармонику Куликова Поля и дальше ее насыщать именно теми опциями, какие вам нужны, и тем самым можно уложиться в ваш бюджет. То есть вы знаете, что, допустим, можете потратить на инструмент, ну, к примеру, там 80 тысяч, или 60 тысяч, или 100 тысяч рублей. И тогда мы уже добавляем, во-первых, принципиальные для вас опции, а во-вторых, наиболее, скажем так, нужные и удачные, чтобы инструмент в целом был гармоничен. Потому что, например, плохой вариант заказа, скажу. Вы можете заказать гармонь, допустим, Куликова Поля 4-голосную 25 на 25 в базовой комплектации. Вот это я не советую. Почему? Потому что 4-голосная гармонь Куликова Поля, у нее будет полноценная заказная начинка с деревянными резонаторами, с голосами ручной наклепки, с настройкой мастером заказных инструментов и с немецкими залогами. А механика-то останется обычной. То есть, если вы берете Куликова Поля с пластиковыми резонаторами, да, тогда можно и механику оставить обычную. А так, внутри у вас уже заказная гармошка, а снаружи нет. Поэтому я всем советую, чтобы инструмент действительно был гармоничен не только внутри, но и снаружи. Ну, на внешности все-таки можно сэкономить, ну, кому-то не принципиально. Но на механике не советую. То есть, лучше поставить улучшенную на механику правую-левую или даже заказную, либо сразу присмотреться к гармонике концертной или гармонике любительской. Но вернемся к этому инструменту. Давайте внимательно на него посмотрим. Со всех сторон. Во-первых, мы видим, что инструмент не в классическом черном цвете, как обычной гармонике Куликова Поля, а в таком очень красивом, ярком, красном, перламутровом целлоиде. Далее мы видим инкрустацию. Благодаря инкрустации гармоника сразу повышается в классе и можно ее спутать с гармошкой заказной, да, или любительской. Сеточки здесь деревянные, покрыты тоже целлоидом красненьким. И причем правая сетка, вот такой вот мой самый любимый рисунок с ромбиками. Мы видим тоже левая горка не пластиковая, а деревянная, что говорит нам о том, что там либо улучшенная, либо заказная механика. Регулировка левого ремня, мельхеровые уголки, а вот остальное можно увидеть только если инструмент разобрать. Но сейчас я разбирать не буду, потому что наверняка заказчик будет против. Значит, здесь правая улучшенная механика. Чем она отличается? Тем, что клапана идут уже другие, как на заказных гармониках, пластиковые с фетровой прокладкой и с жестким креплением. А стандартная механика это алюминиевые клапана с поролоном и с креплением на зажиме через ниппельную прокладку. Левая механика здесь улучшенная, но средний вариант мы сделали между улучшенной и заказной механикой. Есть у меня видео, так и называется, разница левой механики, где вы наглядно можете увидеть стандартную механику, улучшенную и заказную. Но в заказной механике мы тоже внесли некоторые изменения. Поставили тоже, как и в правой, клапана пластиковые с жестким креплением. И вот эта нотка, тоже ее обычно нет ни в стандартной, ни в улучшенной механике. То есть только в заказной механике идет нота фа диез. Но, если вы делаете инструмент на заказ, то можно и улучшенную механику сделать с восьмым басом, с фа диезом. Ну и теперь самое главное, то что звучит, инструмент трехголосный, но тоже начинка именно заказная, деревянный резонатор, голосорочные наклепки, немецкие изологи, соотношение голосов, баритон, два тенера. И вот, наконец-то, после слов про начинку звуковую, можно послушать ее. Басочки. Баса здесь пятиголосный, благодаря деревянным резонаторам звук более глубокий, более тембристый. И теперь двумя руками. Баска. 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 Тональность у данного инструмента ре мажор. Вообще, что касается тональности, не устаю я повторять, потому что вы постоянно спрашиваете. Для чего нужна тональность и как выбирать гармонисту? Два момента. Они могут, кстати, пересекаться или совпадать. Первая тональность нужна все-таки под голос. Если вы поете под гармонь, то вам можно подобрать тональность, чтобы вам удобно было петься, но песни разные. То есть, все равно вам не хватит одной гармоники, чтобы удобно пелись абсолютно любые песни. Такого не бывает никогда. То есть, вы, когда выбираете тональность, старайтесь, чтобы большинство песен было удобно петь под эту гармонику. Но все равно будут какие-то пакостные песенки вам доставаться и будет, либо вы будете немножко тише петь, то есть, голосовые связки не смогут раскрываться на всю катушку. Либо наоборот, высоковато вам приходится надрываться. Но все равно голос, он же не примитивный, он все равно справляется петь в разных тональностях. Другое дело, если вам неудобно играть и петь, то тут уже никакая тональность не поможет, это надо репетировать, заниматься. По себе знаю, играть и петь очень сложно. А второй момент, в разных тональностях разное соотношение голосов. Сами голоса разные, там в низких тональностях планки большие, там соль мажор и ля мажор, в высоких они поменьше. И из-за этого меняется тембр. Плюс, повторюсь, разное соотношение голосов. Вот здесь баритон два тенора, а можно было сделать дебаритон-тенорпиколка. Кому-то просто нравится, например, как звучит тональность ре, диез в определенном соотношении голосов. Кому-то наоборот ля мажор, кому-то до мажор. То есть, если человек не активно поет, тогда просто ориентируйтесь по слуху. Просто слушайте гармошку, слушайте, какое соотношение голосов и какую тональность я называю, и вы поймете, что вам нужно. КОНЕЦ Удобно или неудобно. Удобно в каком плане? Просто бывает такое, что интернет слабый, и сообщение приходит, а звонить по Вайберу или Ватсапу сложновато. Потому что в Гнесинке, например, со студентами я занимаюсь в таком классе, где интернет не очень хорошо ловит. Также я, разумеется, есть во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться ВКонтакте, Инстаграм, Одноклассники, Фейсбук, везде я есть. Ну и не забывайте подписываться на мой Ютуб-канал, чтобы не пропустить свежие видеообзоры. Тем более иногда, все-таки иногда, гармошки в наличии для свободной продажи бывают. Бывают, но большинство именно на заказ, потому что у нас 12 моделей, каждая из которых может делаться в 12 тональностях, плюс огромная цветовая гамма и огромный список опций. То есть это, если честно, если все это буду умножить, это будет где-то минимум полторы тысячи вариантов. Полторы тысячи неповторимых гармошек. Сами понимаете, наличие держать невозможно, тем более при таком огромном буме интереса к гармонике. Поэтому почти все на заказ, но зато при заказе вы получаете именно то, что хотите. С вами был Павел Луханов. До новых встреч. До свидания.